Абдул-Халим снял видео, где он нашел, в смысле, показал, как Ибн Таймия допустил ошибку в семидесяти местах только в одном хадисе. И он там определялся к тому, что Ибн Таймия процитировал хадис от Аль-Бухари, который отличается либо количеством букв, либо длиной, текстом, в общем, формой, быть может. И он говорит, вот, Ибн Таймия лжет на Аль-Бухари и так далее. Сейчас я вам продемонстрирую, что Анавави тоже лжет на пророка, салли Аллаху. Нет, конечно, я не говорю, что он лжет, ни Анавави, ни Ибн Таймия, никто другой. Просто по логике вот этого человека Анавави тоже лжет. Я, конечно, ложь нашел и Ибн Хаджир, и у Абдзахабе, и Ибн Кудам, и у Абдул-Хани. Ни один не спасся, ни Ибн Убас, ни Ибн Усамин, никто не спасся от этой, кавычки, лжи на пророка или на асхабу Аль-Кутаба Аситта. Прежде чем приступить, ознакомлю вас вообще, что такое Аль-Бухари, что такое сборник хадисов. Абдул-Хали, он не является человеком знания, он не является студентом, он не имеет чарадское образование, поэтому ему это очень, как бы, дико и далеко, да, это для него нечто такое за пределы разумного. Братьям скажу, Аль-Бухари имеет нусха, копия, да, и Атимеды имеет копии, и риваяты. Все сборники имеют свои пути к нам, они к нам дошли через пути. Какие-то сборники не дошли, какие-то сборники и вовсе исчезли, нету их, были в одно время, потом исчезли, и это по мудрости Аллаха. Допустим, самый большой сборник, самый огромный муснат, это муснат Ба-Кибин Махлят, Аль-Андалюси, он вообще исчез, по мудрости Аллаха он исчез. Также Суннан Ибн Сакан, или Сакин, можно говорить, тоже исчезло. Таких вот, или, допустим, Суннан Ат-Табарани частями исчезло. Это нормально, и некоторые хадисы, которые у Абдауда к нам не дошли, некоторые хадисы у Ибн Маджи к нам не дошли, некоторые даже альфазы от Аль-Бухари к нам не дошли. Сейчас будем говорить именно о Аль-Бухари, именно о Аль-Бухари. Аль-Бухари имеет свои риваяты, их говорят 90 тысяч. Те, которые от Аль-Бухари взяли и написали, они все к нам не дошли. И самые известные, которые удалось зафиксировать, это четыре риваята. Это Хаммад бен Шакир аль-Насафи, это Ибрахим ибн Маакил аль-Насафи, это Мухаммад ибн Юсуф аль-Ферабри и Мансур аль-Баздави. Они непосредственно, как бы ученики Аль-Бухари непосредственно от него взяли, вот эти четверо. Трое тоже исчезли, к сожалению, и нету к ним путей. Единственная ривая, самая известная, самая достоверная, это имама Мухаммада ибн Юсуфа аль-Ферабри. Теперь от Аль-Ферабри передали семеро, мне только из них пять известны. Первый это Абу Зейд аль-Морози, второй это Абу Исхак Ибрахим аль-Мустамили, третий это Абул-Хайфам Мухаммад аль-Кушмихани, четвертый это Абу Мухаммад Абдулла аль-Сарахси, и пятый это Абу Али Саид ибн Сакан или Сакин, можно говорить, аль-Мисри. Теперь от Абу Зейда аль-Морози передал имам Абу Мухаммад аль-Усайли, отсюда и ривая аль-Ривая аль-Усайли. От Троих аль-Мустамили, Абу Исхака аль-Кушмихани, это Абул-Хайфам, и от Асарахси Абдуллы передал трое от них, взял имам Абу Зар аль-Харави, это одна из самых известных путей, и на нее именно делал шарх Ибн Хаджир аль-Аскаляни, он передал свободно Абу Зар аль-Харави. И третья известная ривая это Ибн Сакан аль-Мисри, и Ибн Сакан аль-Мисри, это именно его ривая аль-Бухари зашла в Андалюс, в Магриб, в Миср тоже была распространена именно ривая вот этого Ибн Сакана аль-Хафид, Ибн Сакан аль-Мисри. И даже Ибн Хаджир, когда находил противоречия, ну некоторые отличия между риваей аль-Усайли, между Абу Зар аль-Харави и между Ибн Саканом, он выбирал именно риваю Ибн Сакана аль-Мисри. Суть в том, что Аль-Бухари передавалась хоть и в оригинальной форме копии, но были некоторые отличия, более того, один из передатчиков, именно учеников, Абу Исхак аль-Мустамили, нашел в конце Аль-Бухари много пустых листов, что указывает на то, что Аль-Бухари не закончил свой сахиах, такой вывод сделал Аль-Мустамили, то есть нашел много листов, черновики, да, не закончил. Некоторые копии чуть-чуть отличаются, некоторые муалякаты отсутствуют в одних риваетах, в других присутствуют. Так вот, в тот момент в Египте и в Сирии были эти копии распространены. И Ибн Таймия ссылался на ту копию, которая была у него, а Ибн Хаджир ссылался на ту копию, которая была у него. Даже Аль-Хафид, Аль-Бадр Аль-Айни, делал на ту, ну, шарх тоже, который он сделал, да, Шах Аль-Бухари, на ту копию, которая была у него. После них, Шихаб Аль-Касталани, тоже египетский Аль-Хафид, тоже автор Саха Аль-Бухари, и сейчас Саха Аль-Бухари, да, сейчас Саха Аль-Бухари, он тоже 20 лет говорит, я делал шарх на одной ривает, потом я встречаю другую риваю и продолжил делать шарх на эту риваю. Так вот, суть, что тот или иной алим, упираясь на какой-то хадис, который у Аль-Бухари, он упирался на ту копию, которая была у него. Аль-Захаби тоже упирался на ту копию Абу-Дауда, которая была у него, и даже я находил, что он говорит хадис Раваху Абу-Дауд, но мы сегодня, я лично, я проанализировал, нет этого хадиса у Абу-Дауда. Тогда откуда взял Аль-Захаби этот хадис? Суть в том, что у них были свои копии. Не говоря о том, что некоторые сборники и вообще исчезли, и вообще исчезли, как, допустим, сунам Ибн Сакан, как я уже сказал выше. Такая же ситуация с Ибн Таймией. Но это не убедит наших неграмотных, необразованных людей. Ну, тогда давайте поступим так, с Ибн Саннавави, как поступил Абдул-Халим с Ибн Таймией. Расскажу сразу. Ничего против этого имама, это Аль-Хафид Кабир. Однако, он человек и может ошибаться. И он делал тоже Ихтимат на свою копию. Но прежде чем зачитать, позовем наших двух шейхов. Аль-Хафид Кабир, это Аль-Хафид Кабир, это Аль-Хафид Кабир. Аль-Хафид, это Аль-Хафид. Аль-Хафид, это Аль-Хафид. Испер, избер, избер, избер. Аль-Хафид в dreamed наши граммы. Аль-Хафид где? Данаб Кабир, мыслимя. Замилья, на самом деле. прежде чем хадис он сказал что кто солгал на фрука салилла салям займется место в огне можно ли это хадис она его применить давайте пойдем по логике абдул-халима и временно применим к низко это как раз? ! Я уверен, что мы говорим воmand в объект обочке принесем Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...